Статья 152 Гражданского кодекса России. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Статья 128.1 Уголовного кодекса. Клевета. Именно эти законодательные меры призваны защитить честного человека от лжи, но на практике нередко используются для прямо противоположных целей. Когда большие люди со связями на самом верху или с деньгами хотят заставить замолчать тех, кто посмел их критиковать. Так в настоящее время происходит и со мной. Антон Бритва. Однажды разбил мой телефон и угрожал своими знакомствами. А сейчас пытается через суд добиться удаления видео с критикой его опасных тренингов. В начале этого дела было еще одно примечательное событие. Одновременно с иском от Бритвы мне прилетела досудебная претензия от университета Синергия. Там меня прямо обвиняли в клевете и еще почему-то в незаконном использовании товарного знака. Точно такие же письма от Синергии получили сразу несколько блогеров. Сталин Гулаг, Вика Ютубная и ребята с небольшого канала. Однако дальше угроз дело не зашло. Ни на меня, ни на Ютубную, ни на Сталин Гулага в суд подавать не стали. Но радоваться было рано. Один настоящий иск все-таки последовал. И ответчиками по нему стали ни крупные блогеры, ни федеральные СМИ, делавшие разоблачительные разносы про университет, а ребята с маленького канала Рейс Пиздейс ТВ. Чье видео про Синергию к тому моменту набрало от силы 15 тысяч просмотров. Но давайте сегодня узнаем, с чего все началось, что такое университет Синергия и предположим, как ситуация будет развиваться дальше. Сидел я спокойно, захожу в почтовый ящик, решил почту проверить канал. Смотрю, досудебная претензия. Открываю. И да, изначально дописано. Уголовное дело по такой-то статье клевета. Думаю, что-то какая-то ерунда. Думаю, дальше прочитаю эту досудебную претензию, что там будет дальше. Начинаю читать, да. Мне кажется, у нас с тобой одинаковые там пришли, то есть только имена поменяли и все. Могу подтвердить, что текст письма Синергии ко мне действительно полностью совпадает с текстом, который пришел Максиму и Александру. Отличаются только названия роликов, которые требуют удалить. Еще в своем первом видео о судах я говорил, что претензия Синергии вызывает у меня много вопросов и оказалось, что не у меня одного. За разъяснениями я обратился к адвокату ребят Ксении Гордеевой. Но я бы сказала, что эта претензия в той форме, в которой она написана, не обоснована. Во-первых, из претензий непонятно, какие конкретно сведения, какая конкретная информация не устраивает отправителей. Какую информацию они считают несоответствующей действительности и порочащей при этом. То есть они просто в целом ссылаются на видео. Мне кажется, что этого недостаточно. Необходима конкретика. Затем, что касается использования товарного знака. Ну, насколько мне известно, вы не использовали товарный знак для рекламы каких-то курсов, те, которые продают, организуют Синергия. Не занимаетесь образовательной деятельностью под их брендом, под их товарным знаком. Поэтому вот это требование в части не использовать товарный знак для иллюстрации того, о чем вы рассказываете, на мой взгляд, незаконно, неправомерно их это требование. Ну и в-третьих, они говорят о том, что клевета в отношении юридического лица была. Клевета может быть распространена в отношении человека, гражданина, а не в отношении юридического лица. Ну хорошо, с безграмотно составленной досудебной претензией разобрались. Вы получили письмо счастья от Синергии, где требовалось удалить ролик. Ролик вы не удалили. Проходит полгода и теперь уже прилетает реальный иск о Синергии. В чем суть искового требования? Пункты один за другим, тогда продиктую, проговорю. Первый пункт – это удаление ролика. Второй пункт – это запись видеоролика с опровержением нашего ролика. Третий пункт – финансовая компенсация в размере 500 тысяч рублей. Ну и четвертый – это оплата госпошлины за то, что они переслали все эти материалы нам. Я посмотрел их исковое заявление, и в нем университет Синергии вообще не указывает, какие слова из вашего видео не соответствуют действительности и что-то там порочат. Ни одной цитаты. Да-да-да, они вообще ничего не указали, просто говорят – дайте нам полмиллиона рублей. Соответственно, изначально они в письме счастья 5 миллионов требовали, а сейчас они уже в 10 раз поуменьшили. Ситуация получается парадоксальная и напоминает знаменитый роман Франца Кавки «Процесс». У нас есть реальное дело, есть настоящий документ, но до сих пор неясно, в чем конкретно блогеров обвиняют. Понятнее не стало даже после двух судебных заседаний. По повестке вы пошли в суд. Что там было? Пришли, вся процедура заняла буквально 5 минут. После каких-то формальностей меня расспросили, естественно, кто, откуда, чем занимаюсь. Перешли к сути дела, и представитель университета сразу же, буквально в начале, сказал, что они отказываются от пункта о финансовом взыскании в размере 500 тысяч рублей. После чего предложил все свести к мировому соглашению, по которому мы удаляем ролик. Они к нам претензий не имеют. Видеообращения с каким-то там опровержением снимать не надо. Ну и пункт с госпошлиной, да, насколько я понимаю, при мировом соглашении, да, мы оплачиваем только 30 процентов. Все это выглядело так, будто блогеров хотели, что называется, взять на понт. Сначала в ход пошли угрозы уголовной статьей и огромными штрафами, чтобы ребята поняли, с кем связались и испугались. А потом большая часть требований была отозвана в надежде, что блогеры выдохнут с облегчением и согласятся всего лишь удалить видео. Мол, посмотрите, какие мы добрые, пошли вам навстречу, сделайте ответный шаг и давайте заключим мировую. А испугаться тут и правда было кого? Синергии это не просто кучка странных инфобизнесменов или адептов сетевого маркетинга. Это крупнейший в России негосударственный вуз. Университет проводит крупнейшие бизнес-форумы и тратит миллионы долларов на приглашение топовых спикеров и знаменитостей. Майк Тайсон, Хабиб Нурмагомедов, Губерниев, Хакамада, американские российские селебрити, музыканты, ученые и бизнесмены. В 2012 году Синергия открыла первый в истории кампус российского вуза в Дубае. Казалось бы, уникальный проект, пример построения суперуспешной и престижной бизнес-школы. Какие могут быть вопросы? Но оказывается, все не так просто. Есть основания считать, что за прекрасным фасадом элитного учебного заведения скрывается фабрика по штамповке дипломов и сборище далеко не самых профессиональных людей. Широкой публике Синергия стала известна в 2018 году после распиаренного выступления лучшего бизнес-тренера мира Тони Робинса. Тогда над этим громким провалом не посмеялся только ленивый. Самый известный пример несоответствия цены и качества в современной России. Стоимость билетов на семинар Робинса доходила до полумиллиона рублей. При этом начало задержалось на 4 часа, обладатели VIP-билетов вынуждены были стоять в общей очереди. На всех не хватало аудиогидов, а часть из них, что были, оказались без батареи. Да и сама речь Робинса оказалась больше похожа на сборник цитат из пабликов ВКонтакте, чем на талантливый спич самого крутого в мире мотиватора. Или даже на рейв-пати. За выступление Робинс получил миллион долларов. Но тогда люди только поиздевались над глупостью советов от бизнес-гуру и над ужасной организацией мероприятия, а вот к самим организаторам пристальнее присматриваться не стали. Поэтому давайте это сделаем мы. Основную информацию для этого ролика я взял в открытых источниках, а именно в расследованиях изданий The Bell и проект, а также из сюжетов Бориса Соболева и Алисы Романовой. Итак, Википедия сообщает, что синергия появилась на свет в 1995 году как Московский финансово-промышленный институт. Но на самом деле широкую деятельность университет начал разворачивать в 2002-м, когда его руководителями стали проректор Московского университета экономики, статистики и информации Юрий Рубин и его молодой помощник Вадим Лобов. Именно Лобов стал тем человеком, который направил синергию по пути агрессивной экспансии, безудержного пиара и, по-видимому, игнорирование того факта, что студентов надо, по идее, чему-то учить. Если формальный глава университета Юрий Рубин, по моему мнению, был и остается смесью эдакого чиновника и экономиста из 90-х, то вот Вадим Лобов, вероятно, был инфо-цыганом еще до того, как это стало мейнстримом. Посудите сами, биография Лобова напоминает типичную биографию любого современного выпускника какой-нибудь бизнес-молодости. Родился в маленьком городе, был никем, но с детства пытался делать деньги, торговал подержанными автомобилями и цветами на рынке, а в 19 лет основал с друзьями успешный бизнес по пошиву чулок. Как и в случае с другими бизнес-тренерами, все эти истории про успех мы знаем только со слов самого Лобова. А затем в 1997 году он переехал в Москву, причем не просто так. Лобов поступил в Месси по программе известного миллионера из 90-х Владимира Довганя. Этот факт примечательен еще и тем, что вскоре все бизнесы Довганя прогорят, а сам он из бизнесмена переквалифицируется в бизнес-тренера и начнет заниматься сетевым маркетингом. В нашей великой компании даже простые студенты, пенсионеры, военные, учителя, врачи, рабочие, стартуя с нуля добиваются супервысот в бизнесе. А это все очень просто. Обязательно приходите к нам. В общем, понятно, откуда ноги растут. Обучение Лобова в Месси по такой схеме продолжалось два года и, по его словам, сочетало в себе элементы гражданского и военного режима. Для соблюдения студентами дисциплины Довгань специально приглашал консультантов из военных вузов. В будущем это тоже найдет свое отражение в практике синергии. В 1999 году деньги у Довганя закончились и студентов попросили на мороз. Но избавиться от них оказалось не так просто. Все-таки для этой программы изначально искали деятельных людей, заточенных на достижение успеха любыми способами. И не все из них собирались сдаваться и покидать Москву. Студенты начали обращаться ко всем представителям власти, до которых могли достучаться. В итоге они нашли поддержку в лице, кого бы вы думали, Жириновского. Он решил поддержать бедных мальчиков, которых кинул проклятый буржуй, позвонил куда надо и Месси выделили еще 100 бюджетных мест. А пока Лобов оббивал пороги властных кабинетов, то успел обзавестись множеством полезных связей. От главы Росмолодежи и движения «Наши» Василия Якименко до будущего депутата и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Эти знакомства в будущем будут ему неоднократно помогать. После университета многие одногруппники Лобова ушли работать в ЛДПР, а сам он остался в университете помощником проректора. А был этим проректором тот самый Юрий Рубин, второй отец-основатель Синергии. В 2002 году эти двое начали строить свой собственный университет и практически сразу набрали 2000 студентов. Идею они взяли у Довгане. Отправляли в провинциальные школы так называемых рекрутеров, обещали выпускникам работу в крупных компаниях и приглашали на учебу в Москву. Где-то в середине 2000-х у себя в Вологде вы заканчивали школу. В своих видео вы упоминали, что тогда сдавали некое тестирование для Синергии. Тогда она еще называлась «Финансово-промышленная академия». Я вспомнил, что мы в нее, точнее к нам приезжал преподаватель с этой академии или даже не преподаватель, какое-то тестирование. Мы просто одноклассники и у нас было тестирование. Я вспомнил, что у меня лежат вот как раз вот эти вот дипломы, сертификаты. Я их показывал в обоих видеороликах. Нам сказали, что можно сдать эти тесты, получить сертификаты и поступить в этот университет без ЕГЭ. У нас три класса было и все три класса, по-моему, сдавали это тестирование. Но никто туда учиться не пошел. Просто все получили сертификаты. Там были тесты из десяти вопросов. Знаешь, такие вопросы были вообще несложные. Нужно было выбрать только один вариант ответа. Десять вопросов вроде как было. И если ты на шесть отвечаешь, то все, получаешь сертификат, проходишь. В общем схему вы поняли. Нужно как можно больше старшеклассников соблазнить сладкой жизнью в Москве и избавить от страха перед экзаменами. Стать студентом Синергии было не просто, а очень просто. Порог вхождения ниже, чем даже на платных местах в государственных вузах. Разумеется, университет Лобова и Рубина набирали учеников только на коммерческой основе, кроме одного направления под названием кадровый резерв. Кадровый резерв — настоящая машина по поиску новых студентов. Одно из секретных оружий, благодаря которому за несколько лет Синергия превратилась в один из крупнейших вузов страны. Построена она тоже по правилам жизни бизнес-тренеров. Если хочешь стать успешным, то должен терпеть все дерьмо, которое случается. Иначе ты не заслуживаешь места под солнцем. Суть проста. Целевая аудитория кадрового резерва — те же провинциальные школьники, которые очень хотят вырваться из своего города. Но в отличие от обычной аудитории Синергии, у них нет денег. Вообще. Таким университет предлагает уникальные условия. Тебе берут учиться в платный вуз бесплатно и даже предоставляют место в общежитии. Но взамен ты помимо учебы начинаешь работать на университет. На первый взгляд все выглядит прекрасно. Ты без всяких проблем поступаешь в московский вуз, получаешь жилье и работу, где начинаешь зарабатывать какие-никакие деньги. Но естественно, на практике все не так радужно. Поэтому сначала рекрутерам нужно отобрать тех, кто сможет выдержать жесткие нагрузки и при этом не понять, что его используют, а считать, что он победитель по жизни. А не человеческие трудозатраты — это испытания, которые нужно обязательно выдержать, ведь без страданий успеха не достичь. Так что сначала всех кандидатов студенты кадрового резерва везут на 10 дней в подмосковный пансионат, на так называемые курсы лидерства. Помните, я упоминал, что первые два года Лобова в вузе прошли в полувоенной атмосфере? Вот эту же практику он перенес и в свой университет. Вчерашних школьников ждали полуспартанские условия. Подъем в 6 утра, пробежка, обливание холодной водой, семинары, отбой. Все строго по расписанию. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Наказание следовали за малейшее нарушение. Те, кто выдерживает, поступают автоматом и получают желанное место раба на галерах и начинают работать на благо синергии. Работа бывает разная, но почти все участия кадрового резерва, по рассказам студентов, заняты в продажах. Обзванивают потенциальных покупателей, ходят по школам, колледжам и рекламируют профильные программы. Я не могу назвать это продажами. Мы агрессивно пропихивали все всевозможные продукты университета, то есть всевозможные курсы, особенно поступление в университет. При поступлении в синергию студенты подписывали два договора. Первый, собственно говоря, как студент. Второй, как наемный работник. В 2013 году ученикам предполагалось тратить на работу час в неделю и получать за это 350 рублей в месяц. Позже условия договора изменились. Количество рабочих часов выросло до 4. Но в реальности студенты могли работать по 6 дней в неделю, с утра до вечера. Получать за это в лучшем случае 15 тысяч рублей, если удавалось избежать штрафов, которые там были буквально за все. И оставлять для учебы только в воскресенье. Никакой свободной личной жизни в кадровом резерве нет. Там царит армейская дисциплина, за соблюдением которой отвечает служба режима, возглавляемая основателем военно-патриотического клуба «Витязь». Там за неправильно сложенные вещи студента могут заставить мыть весь этаж. Когда мы опаздываем на минуту, на две, и потом нас заставляют мыть этажи, мыть полы, стирать рубашки нашим командирам. Тут можно задать резонный вопрос. Если там творится такой нечеловеческий трэш, то почему оттуда не сбегают сразу после поступления? Кто-то действительно уходит, но большинство остается. А все потому, что это работа, с которой нельзя просто уволиться. Если кто-то решит покинуть Синергию до официального окончания обучения, то университет выкатит ему счет, где обяжет выплатить компенсацию по 80-90 тысяч рублей за каждый год учебы. Естественно, что у бедных студентов, которые за копейки пашут на Синергию все свободное время, таких денег нет. Выход один – терпеть несколько лет. Мне было жалко этих ребят. Я знала, что они встают в 6 утра, с 8 до 11 они работают. Вторым секретом успеха проекта Лобова является агрессивная политика по поглощению конкурентов. С одной стороны, государство последние годы активно борется с частными университетами. А с другой – победителем в этой борьбе выходит частный университет Синергия. Он уже поглотил 15 крупных вузов. В погоне за новыми студентами там не считаются ни с чем, даже со здравым смыслом. Например, в 2017 году аккредитацию потерял Московский институт телевидения и радиовещания. А чтобы переманить к себе учеников, Синергия с нуля за несколько месяцев создала факультет театра, кино и телевидения. Хотя по версии издания проекта у вуза даже лицензии не было на выдачу дипломов по этой специальности, поэтому студентов сначала оформляли на другой факультет. Эти усилия не напрасны. Сегодня Синергия имеет самую большую выручку среди всех частных вузов – 3 и более миллиардов рублей в год. Стоящая на втором месте Московская финансово-юридическая академия отстает больше, чем в два раза. Поэтому у Синергии достаточно денег на агрессивный пиар и организацию тех самых масштабных мероприятий с Тони Робинсом и Шварценеггер. Причем не только в России, но и за рубежом. Не так давно они сделали форум в США на одной из самых престижных площадок Нью-Йорка – Мэдисон-Сквэр-Гарден. Там выступали основатель Википедии Джимми Уэллс, футуролог Рэй Курцвилл, бывший топ-менеджер Эппл, Гай Кавасаки и многие другие. А диджей на автопате была Пэрис Хилтон. Даже если такие конференции приносят убыток, то служат отличным пиар-ходом. Благодаря этому Синергии удается приглашать на свои площадки уважаемых людей. Они, к сожалению, часто смотрят только на внешние атрибуты. Куда там меня зовут? Синерджи Глобал Форум? Огромный зал в Олимпийском? Крупнейшая бизнес-школа в стране? Какой-какой гонорар? Конечно, с радостью выступлю. А то, что с ними на одной сцене будут странные персонажи, вроде Антона Бритвы, ускользает от внимания. И это обычная схема многих деловых конференций. Дать много денег топовому спикеру, чтобы люди пришли на него посмотреть. И продать рядом с ним место на сцене какому-нибудь бизнес-тренеру, который получит доступ к платежеспособной аудитории. Садитесь глубже, держите спину прямой, наблюдайте за дыханием. Михаил, вы тоже? Синергия сознательно превращает традиционные бизнес-конференции в масс-маркет с несколькими тысячами гостей. Это, скажем так, обертка университета. То, как он себя презентует. Но соответствует ли содержание оболочки? В национальном рейтинге университетов Синергия занимает 265 место из 337. То, как там относятся к обучению студентов, по моему мнению, еще в 2012 году показал Борис Соболев. МФП Синергия. Платный образовательный лохотрон. Учиться не обязательно. Итак, некий студент этого вуза, просивший во избежание неприятностей не показывать его лицо, рассказал, как там устроена экзаменационная работа. Перездача у нас платная. 750 рублей один экзамен стоит. А в среднем, ну, в сессии 10-12 предметов. То есть, ну, в районе 10 тысяч студент раз в полгода должен выложить. Складывается такое впечатление. Посещать не надо, знать ничего не надо, плати деньги, получай зачеты и диплом. Да, там стоит программа, которая прошита так, что, то есть, даже можно прийти, не зная вообще, какой предмет ты будешь сдавать. И можно, как мартышка, понажимать на любые кнопки и гарантированно будет зачет. Служба безопасности Синергии сработала хорошо. Анонимного студента из сюжета Соболева вычислили и стали требовать опровергнуть свои слова под угрозой отчисления и отправки в армию. С моей стороны была глупость, как бы, оклеветал академию, в которой учусь, и обещаю больше такого не повториться. В общем, паренька сломали. Но позже парень сам решил уйти из универа, вновь встретился с Соболевым, еще раз подтвердил, что все, что он сказал, правда. Ну, еще раз хочу сказать то, что, что было снято, все мои онлайн-экзамены. Это все правда. То есть, правда, что такая программа у них там прошитая стоит, что всегда создаешь зачеты. В сети можно встретить множество отзывов от бывших студентов, где они делятся впечатлениями об учебе. Тем не менее, Синергия регулярно проходит мониторинг качества высшего образования и признается эффективно работающей. Ничего не хочу утверждать, но, возможно, это происходит потому, что с 2013 года за проверку частных вузов в Рособранадзоре отвечает Сергей Рукавишников, бывший замдекана факультета права в Синергии. В подчинении у Рукавишникова работает Елена Улитина, которая до 2016 года тоже была сотрудницей Синергии. На сайте университета, кстати, до сих пор числится ее полная тезка. Ну, а еще в качестве эксперта в проверках Рособранадзора участвует нынешний ректор университета Артем Васильев. По версии издания The Bell, полный тезка Васильева также в 2018 году являлся гендиректором компании, благодаря которой Вадим Лобов получил контроль над Московской академией предпринимательства при правительстве Москвы. Также есть мнение, что бывший владелец академии сначала отказывался продавать ее Лобову. Но после того, как в заведении начались внеплановые проверки Рособранадзора, которые закончились приостановлением лицензии, владелец вуза сдался и согласился на продаж. По словам учащихся, выбрать вуз для дальнейшего обучения им не дали. Для перевода без потери денег и времени предложили лишь один вариант – Московский университет Синергии. Мне должны предоставить несколько вузов для вывода, выбора. Когда я начал обращаться к представителям, в частности, академии Синергии, мне нет четкого понимания этого вопроса, не дал никто. Они мне просто твердили одно и то же. У вас здесь два шанса – то или и то. Либо перевод, либо отчисление. Они устраивают Синергии то, что нам предлагают дистанционное обучение. Мы учились на обычной классической заочной форме. Еще одним козырем в рукаве Синергии является тесное сотрудничество с властью. На сайтах университета можно встретить рассказы о подготовке волонтеров для Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу. Форум Синергии в Татарстане проводился совместно с правительством республики, а другой форум в Москве открывал Собянин. Как стало известно изданию проект, за связи с общественностью Синергии до недавнего времени отвечал Артем Сурков, сын Владислава Суркова, который до февраля 2020 года был помощником президента России и считался одним из главных кремлевских политтехнологов. Синергия регулярно получает государственные гранты. Самый крупный из них – миллиард рублей на пропаганду бизнеса среди школьников, безработных и бывших военных. Тут может сложиться странное впечатление, почему университет с такими связями на самом верху периодически получает критические разносы от главного государственного телеканала «Россия». Я думаю, что объяснение тут простое. Связи с Синергии не хватает, чтобы уклониться от критики, но хватает, чтобы избежать последствий от нее. Вуз работает, студенты набираются, бизнес делается. А популярность Синергии держится не только на пиаре и связях, но и на том, что у нас есть огромная категория людей, которым диплом важнее, чем реальные знания. Поэтому, на мой взгляд, Синергия рождает в себе подобных. Активных, амбициозных и бестолковых деятелей, которые исходят из совершенно другой системы ценностей. Они меряют успех не качеством того, что делают и продают, а количеством. Кто привозил Шварценеггера в Россию? Да никто. А мы привезли. И это куда важнее, чем плохая организация и полупустой зал. У кого в России есть 50 тысяч студентов, даже у МГУ меньше? И это круче, чем реальный уровень знаний этих студентов. На мой взгляд, то же самое сейчас происходит и с судебными исками. Нас кто-то критикует? Давайте задавим этих критиканов, которые зарабатывают меньше нас, но смеют ругать наши методы. А то, что для этих исков у Синергии нет юридических оснований, не так важно. Возможно, они просто рассчитывают, что их связи и денег хватит, чтобы запугать и победить никому неизвестных блогеров. Но, может быть, тут есть и еще один мотив. У меня есть такое ощущение, что они как раз пытаются прощупать почву вот эту, начиная с таких низов, да, с непопулярных каналов. Проверить, как это пройдет, какой будет итог, какой результат. Но и отталкиваясь от этого, возможно, не хотелось бы, конечно. Но и на более крупные каналы могли это распространить. Такое предположение, не знаю. Ну вот у меня тоже, потому что если начать, так сказать, да, подавать иск на тебя или на Сталин ГУЛАГа, а вы уже на Ютубе давно и у вас очень, да, большая аудитория, можно сравнить со средним городом России. Соответственно, если вы начнете против них что-то говорить, то это очень хорошо, все быстренько распространится и они сразу поймают эффект Барбары Стрейзанд. Соответственно, если они пойдут на маленький канал, который им там может мешать жить, то у них шансов гораздо больше нас запугать. Типа то, что мы с Ютуба ничего не имеем, знакомств нет, просто записали какое-то видео. Давай-ка мы им поугрожаем, соответственно, и, может быть, они удалят это видео, и все. И от них мы устраним. И, соответственно, пойдем дальше. Как думаете, что будет, если ребята этот суд проиграют? Ну, предположим, что если этот иск будет судом удовлетворен, то, скорее всего, Синергия попытается воспользоваться этим судебным решением как прецедентом. И по проторенной дорожке они будут пытаться на основании этого судебного решения удалить ролики из открытых источников, с сайтов, с каналов и так далее, где вообще содержится информация, где рассказывается о том, как сдаются экзамены, как там принимаются экзамены, ну и как организован учебный процесс. Чего от Синергии ждать другим видеоблогерам, если она выиграет сейчас в суде? Ну, я думаю, конечно, что если Синергия выиграет этот процесс, суд удовлетворит их иск. Я думаю, что существует такая вероятность, что Синергия, конечно, займёт более активную позицию и обратится уже к другим блогерам с аналогичными исками. Ну, благо одно уже судебное решение будет в их пользу. А от чего зависит, выиграют ребята этот суд или проиграют? Ну, я думаю, тут зависит ещё многое, как поведут для себя люди, которые являются свидетелями, чтобы они не остались в стороне, чтобы они дали своё согласие прийти и дать показания в суде. Не пожалели время на это, поняли, что это очень важно в данном конкретном деле. Что это может коснуться других людей, в том числе и их самих. Я очень надеюсь, что свидетели всё-таки в нашем процессе появятся, осознают ответственность и будут принимать участие. И интересно, как суд даст оценку, какую даст оценку их показания. Но это будет интересный процесс. По итогу мы имеем проект, который построил успешный бизнес на образовании. Синергия с самого начала делалась по принципу «казаться, а не быть», где внешний эффект важнее качества. Я уверен, что сами владельцы университета всерьёз считают себя революционерами, которые делают уникальный продукт. Но по факту из-за огромных трат, в том числе на маркетинг, они имеют чистую прибыль порядка 40 миллионов в год, при выручке в 3 миллиарда и более. Для сравнения, та же МФЮА зарабатывает в 7 раз больше, хотя выручка там в 2 раза меньше. Это ещё одно свидетельство, что если ты делаешь распиаренные вау-штуки, это само по себе не делает тебя крутым бизнесменом. Ребята, чтобы не было никаких инсинуаций, почему ректор образовательной организации на такой машине – это в кредит. Я знаю, что в сети есть огромное количество негативных отзывов о Синергии. Я прошу авторов этих отзывов, бывших и нынешних студентов этого вуза, пишите мне на почту. Поделитесь своими историями, в том числе от вас, зависит, сможем ли мы остановить синергию в суде, или она продолжит втихую паразитировать на образовании. На всякий случай, это моё оценочное суждение. Ну, а не страшно судиться? Как там будет рассматривать суд это дело? Всё-таки огромная корпорация, огромные связи, деньги, влияние. Поэтому и хочется, чтобы именно в отношении них был общественный резонанс. У нас как получается, да, сейчас в России делается, что у кого больше знакомств, тот и выиграл. На самом деле, как я говорил в нашем втором ролике, по крайней мере на бумаге, мы живём в правовом государстве. Соответственно, у всех права и свободы одинаковые. Со своей стороны, университет Синергия тоже наши, да, можно сказать, свободы нарушает. Мы имеем право на собственное мнение, да, которое закреплено над Конституцией. Даже если огромная корпорация будет с нами судиться, и это пойдёт на общественный резонанс, то суд всё равно должен рассматривать дело, да, в рамках правовом, а не в рамках знакомства и большой корпорации. То есть у нас нет законодательно закреплённого того, что большая корпорация должна выиграть там маленьких блогеров.